Привет, друзья! Сегодня я буду плести корзинку в подарок своей сестренке И выполнена она будет в ее любимых нежно-сиреневых тонах Украшать я буду корзинку ленточкой и бантиком А с вами я сейчас поделюсь, как я буду это делать В качестве материала мы будем использовать вот такие трубочки Которые мы будем делать из газеты Помимо газеты берем еще линейку, ручку и ножницы Из газеты нам нужно нарезать полоски То есть одни у нас полоски будут 10 сантиметров Другие полоски будут 7 сантиметров Нам нужны полоски разной ширины Так как трубочки основы Это те, которые мы будем использовать на стоечке и оплетать Они должны быть более плотными Поэтому мы используем полоску 10 сантиметров А трубочки, которыми мы будем плести, они должны быть мягкие Поэтому нам достаточно 7 сантиметров От газеты мы будем отрезать край, который без надписи Потому что надпись не закрашивается красками и колерами Еще когда будете вырезать полоски из газеты Имейте ввиду, по какому краю вы будете крутить Потому что волокна газеты так расположены, что Либо вы будете обрезать вот этот край, либо вот этот По одному краю у вас трубочки крутиться просто не будут А по-другому будут крутиться очень хорошо Имейте ввиду вот такую особенность Для того, чтобы накрутить трубочки, нам понадобится Спица полтора миллиметра Клей ПВА и салфетка, чтобы вытирать клей Трубочки крутятся обе по одному и тому же принципу Подносим спицу к уголочку с надписью Подносим под острым углом Фиксируем на уголочке Плотно закручиваем Таким образом у нас белый край делает трубочку нашу белой Вытаскиваем спицу И на уголочек капаем клей И какое-то время фиксируем, чтобы трубочка не раскрутилась Все, и теперь нам нужно дать просохнуть трубочки в течение суток Чтобы при покраске клей не расклеился Сейчас нам нужно рассчитать, сколько нам нужно накрутить стойчек основ Они у нас будут приклеиваться к нашему картонному донышку И располагаться вот таким образом Расстояние между стоечками, как правило, бывает от полутора до двух сантиметров Но я хочу сделать минимальное, чтобы было примерно полтора или чуть больше Потому что такое плетение, оно очень красиво выглядит, когда расстояние между стоечками небольшое И напоминает вязание Поэтому сейчас я померю по периметру нашу коробочку основу Вот у меня получается 60 сантиметров Сейчас на калькуляторе посчитаем 60 разделим Ну полтора это минимально получается Возьмем, но чуть больше, например, 1,65 Это расстояние между стоечками Итого у нас получится примерно 36 стоечек основ Это вполне оптимально Для изготовления донышка нам понадобится Баночка основа Полимерный клей Картон в двух экземплярах Обои Линейка Ножницы Карандаш Стирательная резинка Салфетки сухая и влажная И циркуль Либо любой другой предмет С помощью которого мы сможем вырезать наше донышко Донышко у нас будет состоять из двух частей Картон и обои, наклеенные на картон Вот я уже вырезала один вариант в качестве образца Донышко будет у нас на 1 сантиметр меньше, чем наша основа Вот, для этого нам нужен циркуль Ну, у меня циркуля нету и я использовала вот такую часть от зеркала Как раз мне подходящий размер Сейчас я буду обводить и вырезать вторую часть донышка По нашему предмету обводим по картону и вырезаем Если вы используете циркуль, то выставляете нужный вам диаметр И точно так же обводите Если у вас на обоях рисунок и вам нужно вырезать определенный фрагмент Как я это сделала уже в одном экземпляре То мы накладываем наш предмет сверху на лицевую часть Выравниваем, как нам это надо И обводим прямо по лицевой части Если вы делаете это по циркулю, то это даже гораздо легче Почему мы делаем это карандашом? Потому что затем мы сможем стирательной резинкой просто стереть карандаш И наш край будет незаметен И теперь вырезаем по кругу, отступая сантиметр от нашей черты И затем этот отступ растекаем таким образом И когда мы это все сделаем, то по нашей отметке загибаем наш край Для того, чтобы он ровненько загнулся по картонке Когда растекаете край, то оставляйте примерно миллиметр-полтора до черты Для того, чтобы во время загиба здесь край красиво смотрелся Картон вырезаем, отступая миллиметр от черты внутрь И теперь при помощи полимерного клея приклеим картон к обоям Берем кусочек картона и достаточно быстро размазываем Так как клей быстро сохнущий, он очень быстро схватывается И после этого прижимаем картон, выравнивая его по нашей разметке И после этого плотно прижимаем И аналогично приклеиваем вторую часть И для того, чтобы приклеить нашу загибку На край картона наливаем клей, размазываем и прижимаем край наших обоев И после того, как обе части проклеены Ставим сверху либо баночку основу, либо любой тяжелый предмет И дадим просохнуть нашим двум половинкам Приступаем к процессу покраски трубочек Берем материалы Грунтовка Колер паста сиреневая Эмаль акриловая для радиаторов Баночка для разведения краски Кисточка Ложка Салфетки сухая влажная Перчатки И полиэтиленовые пакеты Эмаль для радиаторов обычно добавляется в покраску Когда нам нужно окрашивать трубочки в светло-пастельные тона И также эмаль закрасит серый цвет газеты У колер пасты есть шкала тонов То есть более темный оттенок и более светлый Мы будем использовать более светлый оттенок Поэтому добавлять будем буквально капельку колера Перед началом покраски обязательно взбалтываем наши смеси Наливаем пол баночки грунтовки Затем добавляем акриловой эмали Буквально чайную ложечку Тщательно размешиваем И после этого капаем капельку колера Сначала капаем совсем чуть-чуть Если мало, еще можем добавить Сейчас я буду красить пробную трубочку Чтобы посмотреть какой цвет Дам ей высохнуть Если мне покажется, что достаточно бледная И мне нужно будет цвет понасыщеннее То я просто добавлю еще чуть-чуть пасты Подлила еще чуть-чуть краски И теперь наносим на трубочку Ждем, когда просохнет Вот такой цвет получился после высыхания И меня такой цвет вполне устраивает В самом начале будем красить трубочки основы Так как они должны у нас хорошо просохнуть Где-то в течение суток Для того, чтобы они были сухие и прочные Чтобы их было очень удобно оплетать И трубочки основы и трубочки для плетения Будем красить в один и тот же цвет Красить трубочки Будем прокатывая их вперед-назад То есть сначала красим с одной стороны Потом прокатываем на себя Красим тщательно со всех сторон Для того, чтобы не осталось непрокрашенных фрагментов И затем переворачиваем Точно так же с другой стороны И после того, как трубочки покрасили Их нужно будет просушить Кладем их на две трубочки Для того, чтобы они лучше просыхали и вентилировались Все, периодически их помешиваем Для того, чтобы следов не осталось Чтобы они равномерно просохли Все, таким образом красим все трубочки Трубочки для плетения достаточно просушить полчаса После этого мы их будем покрывать специальной смесью Я о ней расскажу позднее Для того, чтобы трубочки были у нас эластичные И плетение лучше ложилось Если вы не собираетесь плести в ближайшее время То спустя полчаса после высыхания Вы можете трубочки завернуть в пленку или в файлик Для того, чтобы они оставались слегка влажные Потому что если они будут долго лежать Они могут пересохнуть и стать ломкими Вот так вот кладем в файлик Заворачиваем И так оставляем до начала плетения И желательно в таком положении влажными Оставлять их не больше суток Для того, чтобы они не испортились Сейчас нам нужно приклеить наши стоечки Между двумя половинками нашего донышка На одной из половинок с обратной стороны Будем делать разметку, чтобы равномерно разместить наши стоечки Как мы уже посчитали ранее Мы их будем брать 36 штук На нашем донышке ищем серединку Если вы сделали донышко с помощью циркуля У вас уже здесь серединка размечена И делим на 4 части Так как 36 делится на 4 То есть так гораздо удобнее размещать Получается, что в каждом участке нам нужно по 9 трубочек разместить И здесь мы уже на равном расстоянии отсчитываем И размещаем по 9 трубочек Когда разметка готова Можно приступать к приклеиванию стоечек Когда работаете с клеем Обязательно стелите салфетку Для того, чтобы не испачкать поверхность стола Перед тем, как приклеивать трубочку Ее нужно в месте приклеивания сделать плоской Желательно приклеивать тем местом, где у нас скрутка Потому что здесь краешек тоненький А сама скрутка достаточно плотная Наливаем полимерный клей по разметке И даем ему где-то просогнуть Может быть в течение минуты Затем будем прижимать Прикладываем трубочку И плотно прижимаем Так делаем по всему периметру Когда все трубочки приклеены Еще проходим в конце И прижимаем их в этих местах Так вот Накоточком Чтобы они были плоские везде По всей поверхности Чтобы вторая часть хорошо прилегала Когда пользуетесь клеем Примерным Да вообще любым клеем Обязательно используйте влажную салфетку И для рук И для того, чтобы вытереть клей Потому что клей может попасть и на трубочки И на картонку Что будет очень некрасиво впоследствии Сейчас Когда все готово Мы можем две поверхности склеить между собой Наливаем клей И очень-очень быстро Будем его сейчас размазывать по поверхности Особенно хорошо размазываем по трубочкам Выступающим И верхнюю картоночку Отцентровываем Чтоб она ровненько легла И со всей силы прижимаем Все И после этого Ставим коробочки Чем тяжелее, тем лучше Для того, чтобы наши картоночки склеились И даем просохнуть в течение 12 часов Для того, чтобы трубочки были более пластичными Перед плетением Будем покрывать их смесью Акрилового лака с водой И подсушивать феном Для того, чтобы они не склеились Для этого будем смешивать Лак и воду в пропорции Один к двум Одна часть лака и две части воды Наливаем воду Добавляем лак И тщательно размешиваем Можно для лучшего размешивания Использовать кисть Трубочки красим точно таким же способом Как мы их красили коллером Сначала с одной стороны Потом прокатываем И с другой Даем немножечко лаку стечь И теперь нам нужно просушить верхний слой Для этого буквально одну минуту будем подсушивать феном Все И для того, чтобы трубочки оставались влажными То мы их точно так же заматываем в файлик Оставляя кончики Для того, чтобы они были сухие Было удобно соединять трубочки Таким образом окрашиваем все трубочки для плетения Заворачиваем файл И можем приступать к плетению нашей корзинки Трубочки готовы Донышко наше просохло Хочу сказать, что вот эти кончики Которые мы оставляли свободными Это те кончики, которые без скрутки Их удобнее будет соединять И еще перед плетением Вот здесь вот есть такой хвостик И во время соединения трубочек Возможно будет не очень удобно скреплять Я всегда обрезаю Делаю здесь вот так вот ровненькими Так что перед началом плетения Можете все трубочки обрезать Приступаем к процессу плетения Трубочки заминаем на кончиках И будем подклеивать с обратной стороны Наших стойчек основ Одна трубочка будет подклеена к одной Другая к другой Таким образом Наливаем полимерный клей И прислоняем с обратной стороны И ждем, когда клей просохнет Вот так это выглядит с обратной стороны Здесь, когда мы будем плести Потом прикроются эти соединения Плести начинаем плетением Которое называется прямая веревочка Берем левую трубочку Накладываем на первую стоечку И заводим за вторую, слегка заминая Сразу же плотно прижимаем к нашему донушку Точно так же поступаем с второй трубочкой На первую стоечку И под вторую И так чередуя их продолжаем дальше Вот так это выглядит сверху Обязательно после плетения Пока трубочки еще влажные и пластичные Прижимаем Когда доходим до конца Вот здесь вот есть скрутка с клеем Она достаточно грубая Ее мы сейчас будем срезать И здесь мы смотрим, что у нас соединение трубочек Они между собой переплетаются между стоечками Поэтому нам нужно сейчас обрезать трубочку И соединить ее, чтобы она попала вот в это место Срезаем примерно на расстоянии одного сантиметра После вот этой стоечки, за которой будет соединение Срезаем под острым углом Заминаем трубочку в этом месте, чтобы она была узенькая Можно просто соединить, но я еще капаю капельку клея Для того, чтобы соединение здесь было более прочным И одеваем трубочку тем краем, который без скрутки Который мы обрезали Все Вот здесь вот соединение у нас попало как раз между стоечками Продолжаем плести дальше И когда доходим до конца То сейчас наше плетение будет меняться на плетение Которое называется обратная веревочка Вот, но плести я буду двумя трубочками Не вот этими, а другими Которые я буду подклеивать Перед нашими вот трубочками Которые мы уже подклеивали Вот я две оставила Сюда я сейчас точно также подклею Две трубочки, как я это делала ранее И такое плетение будет называться плетение вдогонку Это актуально, когда плетешь несколько рядов Прямая и обратная, прямая и обратная Такой способ плести я узнала на канале Лагина Мастерня Ольга Лагода Я подклеила две трубочки Вот это две, которые мы ранее плели Это две вновь подклеенные Обратная веревочка от прямой Отличается только тем, что Мы левую трубочку Когда заводим, мы накладываем Вот на вторую Это мы прямую веревочку так плетем А при обратной веревочке мы под нее Заводим А плетение точно такое же То есть на первую стойку За вторую Обратной менее удобно Плести, но Зато Сейчас я покажу, как Будет смотреться в сочетании Прямая и обратная Здесь вот переход сразу зажимаем, чтобы не было просвета Такое плетение напоминает косичку Все и так продолжаем дальше до конца ряда При обратной веревочке Соединение трубочек происходит аналогичным способом А также как при прямой Единственное, что после вот стоечки Мы отступали где-то сантиметр То здесь мы отступаем, может быть, чуть чуть больше Может быть, 13 миллиметров Потому что соединение у нас должно совпасть Вот в этом промежутке Чуть дальше серединки Вот доходим до конца Последний виток у нас Перед тем, где мы остановились Когда плели прямой веревочкой Оставляем ее И дальше будем продолжать опять прямой веревочкой И так мы будем продолжать плести дальше Сочетая прямую веревочку И вдогонку обратную Но на данном этапе У нас это все еще является донышком Так как мы донышко наша картонная Делали на один сантиметр меньше Чем наша основа То сейчас пришло время Поставить нашу коробочку основу Что она как раз совпадает с нашим плетением И сейчас на данном этапе Нам нужно будет уже наши стоечки Вот так слегка приподнимать И первый ряд наших стеночек Мы будем проплетать без основы То есть сейчас пока это неудобно делать Плетем так же как плели ранее Только стоечки вот так слегка уже поднимаем Пока у нас идет плетение сейчас прямой веревочкой Но не сильно Совсем чуть-чуть приподнимаем Потом уже проплетя один или два ряда Мы уже будем ставить нашу баночку основу И ее оплетать Потому что если плести без основы То плетение будет неровное После того как мы подняли стоечки То нам нужно максимально скрыть переход То есть вот здесь будут трубочки подниматься Поэтому прямо следом за плетением Сразу же прижимаем Это очень хорошо делать нашими трубочками Пластилиновыми Так их назовем Потому что они очень хорошо гнутся И вот этот переход Будет здесь незаметен Будет красиво смотреться от донышка к стенкам Ну вот доходим до конца прямой веревочкой И теперь когда мы переходим на обратную То стоечки делаем еще более горизонтальными Мы проплели 4 ряда И теперь на этом этапе уже нужно ставить коробочку И ее оплетать Дальше я буду плести по коробочке с передней стороны Вот это у нас если помните была прямая веревочка Теперь она у меня с этой стороны получается обратная Я думаю что Быстро можно приноровиться Потому что принцип плетения тот же самый Здесь еще следим за тем Чтобы стоечки были горизонтально ровные На одинаковом расстоянии друг от друга Вот доходим до конца ряда Ну и соответственно та которая У нас была обратной веревочкой Теперь она у нас прямая И плетем мы влево И теперь остается еще один ряд проплести обратной веревочкой И затем мы будем завершать так как у меня будет здесь украшение в виде ленточки Вот последний виток мы будем делать за той стоечкой Которой мы первой подклеивали Ну нашу трубочку для плетения Ну в общем то ее можно каким то образом обозначить Как я это сделала Я проплела седьмой ряд И теперь будем завершать Нам нужно завершить красиво Чтобы здесь было по рисунку Первую и третью трубочки мы будем заправлять в плетение А вторую и четвертую мы просто подклеим Первую и третью трубочку обрезаем примерно на расстоянии 5 миллиметров За стоечкой под острым углом Чтоб удобно было заправлять Берем маленькие ножницы И за стоечкой расширяем пространство Здесь и здесь И заправляем нашу трубочку Все Вторую и четвертую будем обрезать под острым углом И подклеивать по рисунку Теперь наши хвостики смазываем полимерным клеем С обратной стороны И подклеиваем к трубочке Чтобы было незаметно Так вот ножницами прижимаем И аналогично вторую Теперь вот так прижимаем плетение Чтобы здесь было все ровненько И еще в местах, где мы заправляли наши хвостики в плетение Прокапываем клеем ПВА Чтобы они там зафиксировались И даем просохнуть На следующем этапе у меня запланировано украшение в виде атласной ленточки Для того, чтобы нам выделить вот этот промежуток Нам нужно вырезать вот такую картонку Вот я уже вырезала из тоненького картона Эта полосочка должна быть примерно на 2 мм больше, чем наша ленточка Для того, чтобы лента в этом месте ходила свободно Эту картонку мы должны вставить таким образом Так как у нас будет проходить лента И начинать уже плести над ней И мы ее не будем вынимать до тех пор, пока мы не доплетем до конца Для того, чтобы наше плетение не съехало вниз Сейчас я сразу же подклею 4 стоечки Так как мы будем плести точно так же в догонку И начиная с двух правых трубочек Начинаем с обратной веревочки На данном этапе обязательно ставим коробку основу И сразу же плотно прижимаем к коробке, чтобы плетение ложилось красиво Все, когда доплетаем до следующих трубочек, то плетем теперь уже прямую веревочку С обратной стороны место соединения сразу прикрываем трубочками Чтобы с той стороны их было незаметно Плетение должно быть плотное, но в то же время оно не должно сильно прилегать на картонку То есть ее заминать, чтобы у нас потом ленточка ходила свободно Чередуя наши плетения, проплетаем пять рядов симметрично тому, что у нас снизу Еще хотела сказать, что если ваша баночка основа такая же невысокая, как моя То для того, чтобы вы могли ее в конце плетения вытащить Вам нужно сделать петлю, вот я из скотча просто обмотала вокруг Все, я проплела пять рядов и дошла до конца Вот эта трубочка только с этой стороны уже крайняя И здесь я обрезала наши хвостики прямо за стоечками Вот, и решила заправлять вот таким способом, немножечко другим То есть у меня вот этот хвостик придавится следующим Точно так же этот я вкладываю вот сюда С каждой соседней трубочкой прижимается И последней точно так же И у меня останется только заправить самый последний хвостик Вот его я буду прятать в плетение А эти хвостики, которые я сейчас прижимала, чтобы они не выскочили Я просто прокапываю клеем ПВА Теперь на этом же этапе мы должны изделие прогрунтовать для того, чтобы оно обрело прочность И очень хорошо села по нашей форме основе Перед тем, как мы ее вытащим Грунтовать будем той же смесью, что мы и красили трубочки перед плетением Смесь лака с водой, только раствор более концентрированным То есть воду здесь сольем Нам нужно, чтобы была смесь один к одному Тщательно размешиваем И с лицевой стороны Так вот тщательно промазываем Мазываем Я решила сразу же просушить феном Для того, чтобы она быстрее здесь схватилась И буквально минут через 15 я вытащила картонку Для того, чтобы она не приклеилась к нашим стоечкам Так как стоечки были не обработаны Вот И после где-то, наверное, часа У меня уже здесь, когда высохла Я покрыла корзинку изнутри грунтовкой И дала просохнуть И теперь, перед тем, как делать загибку Мы должны покрыть наши стоечки по всей длине Смесью лака с водой Как мы это делали, когда покрывали трубочки перед плетением Все, наши трубочки промазаны лаком с водой, подсушены И все готово для того, чтобы делать загибку Она у нас будет также в виде косички Такую загибку я посмотрела на сайте Плетение из газеты у Елены Тищенко Начинаем делать загибку слева направо Значит, первый этап Это берем нашу трубочку И заводим сзади двух стоечек И выводим сюда вперед Можно даже подставить сюда что-то Ну, я просто вот так загнула Потому что сюда будет просовываться последняя трубочка Вообще, чтобы трубочка хорошо сгибалась Вот в этом месте То можем помогать спицей Когда доходим до конца Предпоследнюю Мы заводим первый кармашек Ну, а последнюю стоечку Будем заводить во второй кармашек Можно пройти еще Поправить Из-за каждой стоечки у нас должна выходить одна трубочка Все, первая часть загибки готова Вторая часть загибки будет состоять в следующем Берем трубочку Заводим под две стоечки И поднимаем наверх И аналогично остальные Когда доходим до конца Вот последний виток я сделала Вот остаются две Вот это у нас уже пойдет Это и вот То есть уже мы будем ее заправлять вот сюда Если плохо заправляется Можно помогать спицей И последний Будем просовывать Под две трубочки И уже нам здесь будет помогать спица Все Сейчас нужно будет пройти И посмотреть Чтобы трубочки Все равномерно вышли Из плетения у нас И последний этап Вот эти хвостики Мы должны заправить В косичку Внутрь Для того Чтобы они у нас Спрятались Вот здесь вот Под плетением Их было не видно То есть сейчас Мы будем брать И заправлять Прямо Соседней стоечкой Вот сюда В плетение Можно помогать спицей И просовывать трубочку Сверху Вот так вот Продергиваем Сверху Сверху Медленно Копали И Сверху И Сверху Медленно И Сверху 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 за эту стоечку и последняя у нас должна пойти вот за эту стоечку вот мы видим и здесь максимально расширяем и заправляем вот сюда вот так у нас загибка сверху выглядит мы должны пройти подтянуть все хвостики и поправить чтобы косичка красиво лежала вот спустя 10 минут после того как я закончила плести загибку заправленной трубочки они уже достаточно плотненько лежат и перед тем как покрывать загибку грунтовкой я хочу вот эти хвостики пока еще коса достаточно эластичная слегка вот так даже поднимается обрезать их под острым углом вровень с плетением те которые плохо ножницами обрезать то можно прибегнуть к помощи кусачек все и теперь остается только прогрунтовать нашу загибку особенно хорошо грунтуем с обратной стороны и так когда все загрунтуем дадим просохнуть грунтовки грунтовка на загибке просохла и теперь мы можем приступать к финишной части это покрывать лаком я грунтовала лаком составе которого находится воск вот и обратила внимание что моей корзиночки присутствует легкий оттенок желтоватый от воска это немножечко портит вид если такие светлые или пастельные тона то лучше конечно использовать лак без воска финишным лаком я буду покрывать вот такой у меня есть акриловый глянцевый тем более что я хочу чтобы моя корзинка имела блестящий вид наливаю лак такую крышечку чтоб удобно было покрывать и не забудьте подготовить помимо большой кисточки еще маленькую в конце нам можно было поправить лак убрать излишки лака равномерно покрываем и хорошо промазываем после того как мы покроем лаком изделие можно будет протирать влажной тряпочкой также этот лак не токсичен и в таких изделиях можно хранить продукты и конфеты вот и спустя минут десять когда лак чуть-чуть просохнет то нужно будет пройтись еще вот так маленькой кисточкой потому что лак может вспениться и потом некрасиво смотреться особенно вот в этих местах в ажурных если у вас донышко сделано из бумажных обоев то на этом этапе тоже нужно будет его покрыть лаком но у меня обои флизелиновые с водоотталкивающим покрытием поэтому я этого делать не буду лак высох и коробочка приобрела красивый характерный блеск то собственно чего я и добивалась и теперь мы можем приступить к украшению ленточкой помимо ленточки нам понадобится зажигалка ножницы линейка и полимерный клей у меня ленточка метр десять сантиметров я специально взяла побольше потому что еще хочу сделать бантик в качестве украшения начнем мы с того что обрежем ленточку под прямым углом и для того чтобы она не сыпалась прижгем край зажигалкой сейчас будем вздевать и второй край уже будем в конце обрабатывать заводим нашу ленточку за стоечки чередуя на одну и за вторую в общем-то ленточка очень легко протягивается ленточка должна лежать свободно когда она сильно натянута она не так красиво смотрится ну вот доходим до конца последний виток внутри заправлять будем за соседнюю стоечку то есть я оставляю чуть-чуть по длине и при этом можно помогать ножницами все здесь хвостик незаметно я не подклеиваю потому что всегда есть возможность заменить потом ленточку и здесь хвостик практически не видно снаружи обрезаем точно так же то есть оставляя немножечко расстояние за стоечкой и также чтобы краешек не сыпался обрабатываем зажигалкой и заправляем за стоечку все здесь краешек тоже не заметен и в этом месте сейчас будем делать бантик бантик будем делать объемные вот у нас осталась полоска размером 36 сантиметров также я краешки обработала зажигалкой чтобы они не сыпались вот и теперь из нее мы будем вырезать полоски 17 сантиметров 13 и останется хвостик порядка шести сантиметров для того чтобы но зафиксировать бантик все когда полоски готовы ищем серединку вот таким здесь зафиксировать по центру и складываем к этой черте бантик и здесь приклеиваем на полимерный клей и аналогично делаем 2 поменьше и уже серединку мы потом в в центре зафиксируем такой полосочкой теперь соединяем между собой два бантиками местами склейки и последний этап это нам нужно серединочку достаточно плотненько так приклеить для того чтобы здесь не оттопыривалась у нас там и в серединочку капнем капельку клея с обратной стороны можно налить по всей ширине все наш бантик готов такой получился очаровательный и теперь в том месте где у нас было соединение ленточек где мы заправляли мы будем на эту стоечку таким образом приклеивать наш бантик когда наносите полимерный клей то обязательно где-то минуту дайте ему подсохнуть тогда он лучше будет скрепляться с поверхностью и спустя минуту прикладываем к нашей стоечки и плотно прижимаем наша корзинка конфетница готова бантик и ленточка очень украшают ее оплетение сочетание прямой и обратной веревочки добавляет определенного шарма загибка в виде косички украшает вверх корзинки а донышко с ажурным рисунком смотрится бесподобно также мне очень нравится переход между донышком и плетением здесь и также с обратной стороны корзинки я очень благодарна Елене Тищенко за идею такой загибки а также благодарна Ольге Лагоди за идею того как можно плести прямую и обратную веревочку в догонку ссылочки на канал и я оставлю в описании это видео и 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